Перед началом видео хочу показать вам канал, на котором парень сочиняет песни, рэп из комментариев зрителей и не только. Это реально круто. Пишите под любым его видео свои комменты и попадете в следующие выпуски. Такого интерактива вы еще не видели. Канал называется ПОЗИТИВ. Ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь на него, не пожалеете. В 1920-х годах академиком Ферстманом, а затем и другими советскими геологами, его последователями, в Хибинах были открыты богатейшие месторождения апатита нефелиновых руд. Апатит был назван камнем плодородия, поскольку из него изготавливают фосфорные удобрения, широко востребованные в сельском хозяйстве. Дальнейшая разработка этих месторождений послужила основой для развития в самом сердце Хибин с начала горнянского поселка Кисумчор, а позднее и города Кировска. В течение всех последующих лет велась добыча апатита нефелиновой руды возрастающими темпами. Максимальный объем производства, 60 миллионов тонн руды, был достигнут в 1989 году. Естественно, за все эти годы по мере выработки минералов прекращались разработки руды в отдельных штоллях. В одну из таких штоллях я и решил отправиться. Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь у подножия горы. И сейчас мне предстоит подняться примерно на полкилометра наверх, для того, чтобы попасть внутрь заброшенных штоллен и поснимать там для вас видео и фото. Но прежде мне предстоит очень непростой подъем. И сейчас вы увидите, как я это буду делать. Впереди открывается потрясающий вид на горный массив. Но штурмовать сейчас его очень и очень непросто. Даже идя по снежной глади в снегоступах. Потому что местами не помогают даже снегоступы. А глубина снега здесь такова, что когда я попытался пройти без снегоступов, я проваливался по пояс. И это рядом с дорогой. Вероятно, что уже у подножия горного массива глубина может достигать еще большей величины. Здесь, у подножия горы, находятся заброшенные технические сооружения. А вообще, эти штольни проходились в середине 20 века. И сейчас выработки в этих штольнях уже прекращены. И что интересно, здесь можно видеть достаточно много следов. Это лисии или заячьи следы. В принципе, как бы, да, вот эти горы, они полны различными животными. И что интересно, идти лучше как раз по вот этой звериной тропе. Меньше шансов провалиться в снег. Пока получается, что я немного обшибся в своих расчетах. И штольня находится не в том месте, немножечко не в том месте, куда я поднимался. А сейчас мне пришлось спуститься вниз к этому комплексу технических зданий. И сейчас я буду смотреть, что же все-таки есть здесь. И уже дальше отталкиваться от этого места в своих поисках. Итак, сами штольни я нашел. Теперь я точно знаю, куда мне надо подниматься. Продолжаю сейчас подниматься в зоне леса. И мне предстоит подъем, наверное, метров на 300 точно. Сама штольня находится немножко выше зоны леса. И, честно сказать, по снегу все-таки подъем не очень легкий. И без снегоступов он был бы просто невозможен. И вот сейчас наглядно видно, сколько мне еще предстоит подниматься. Где это П-образная деревянная конструкция, там и есть вход в штольню. Ну, а теперь я показываю тот путь, который мне придется преодолеть. Достаточно немало, если учитывать, что проделался этот путь, придется по глубокому снегу. И по достаточно крутому склону. Отсюда лучше виден путь, который я проделал. Вроде кажется, что невысоко, а на самом деле все-таки непросто подниматься в горы. А вот там вот где-то вдали железная дорога, ездят маленькие-маленькие машинки. Отсюда они кажутся игрушечными. А с той стороны великолепный северный закат. И все-таки мне удалось совершить этот подъем зимой по глубокому-глубокому снегу, используя снегоступы. Подо мной простирается склон, на который мне все же удалось подняться. Вот там вот вдали маленькие здания. Это рудник. Великолепный северный закат. Не устаю восхищаться красотой северной природы, переливающейся желто-розовым цветом склон горы. Ну и, собственно, Штольня, ради которой я и проделал этот путь, поднялся на высоту порядка, наверное, 250-300 метров точно, если не выше. Расстраивает только то, что обратную дорогу мне придется проделывать уже по темноте. Здесь уже вполне ощутим ветер. Рядом с порталом Штольня было какое-то строение из бревен типа сруба. Вид на такие красоты открывается сверху. Даже ради этого стоило подняться сюда, наверх, по склону горы, чтобы полюбоваться северной природой с такой высоты. И передо мной портал в Штольню. Угадайте, что там написано? Конечно же, у нас везде все запрещено. Вот так выглядит портал изнутри. Прекрасно все это смотрится на фоне гор. Выход самой Штольню из горы обделан бетоном. По опалубке заливался бетон. А вот дальше уже начинается потрясающая красота. Целый ряд сосулек практически мне по пояс. И здесь уже обделки нету, здесь просто порода. Посмотрите, какая красота. Наверное, не зря придумали сказки про горного короля. Множество хрустальных сосулек и разноцветные отблески на породе. Раньше здесь были проложены рельсы. И свидетельством тому не только один кусок оставшейся выхода рельса, но и уже изрядно проржавевшие, прогнившие костыли, которыми крепились эти рельсы. Уже почти превратившиеся в труху. Впереди меня ждут снова красивые сосульки, свисающие с потолка до самого пола. А здесь вот хорошо видно, как осыпалась порода, небольшой обвал. Видно, сделаны крепья, потому что здесь высока опасность обрушения породы. И видимо, что как раз связано напрямую попадание грунтовых вод, образование вот этих сосулек и, естественно, разрушение самой породы, самой штольни. Поэтому здесь сделаны мощные крепья на вот таких стальных креплениях они держатся. И вот здесь вот, кстати, еще хорошо видно, как практически кусок породы уже отваливается, где сделана эта крепья. Здесь выполнено что-то вроде технической зоны. То есть были какие-то возможные верстаки, ящик с каким-то инвентарем, мощный прожектор. И, что интересно, сделана сама штольня таким образом, что по одной стороне шли рельсы, а по другой был сделан деревянный настил. И под ним имеется еще небольшое углубление, видимо, для прокладки кабелей. На полу валяются остатки какого-то электрического распределительного устройства. Снова можем видеть костыль. Здесь же пожарный гидрант был. И через некоторое время пути я подхожу к месту, где эта штольня заканчивается. Заканчивается она не обвалом. Дело в том, что эта штольня недопройденная. Вот эти крепья... Штольня эта соединялась с рабочей частью рудника. И для того, чтобы исключить возможность проникновения через нее в рабочие штольни, ее попросту засыпали породой. Очень усилился ветер, темно. Так что сейчас буду получать, как говорится, все 33 удовольствия. Вот здесь осуществляется подъем руды. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова